не годится посмотри какая в глубине долина легла да такая фраза такая фраза да согласны со мной она будет как-то грамотнее не взирая на нынешние словари это что-то этот коллектив уже давно во всем мире называют хором минина хотя его официальное название московский государственный академический камерный хор но так принято у музыкантов именовать коллектив по фамилии дирижера почти 40 лет московским камерным хором руководит его основатель народный артист советского союза лауреат государственной премии ссср профессор владимир минин нарисуй себе там жирную жирную четверть бас в первую очередь у вас не легла вскочила десятилетиями в ссср считал что хоровому искусству как жанру не достичь вершины музыкального творчества в отличие от симфонической музыки или оперы его удел массовое пение в дни государственных праздников владимир минин рассуждал по-другому хоровое искусство может пробудить в человеке высокие чувства оно способно заставить его задуматься о смысле существования человека на земле владимир минин создает принципиально новый коллектив суть которого в той доверительной интонации с которой хор обращается к слушателям и словно призывает слушайтесь в прошлое что говорят о мире она сегодняшних эти великие творцы вы хорошо поете я ничего не могу сказать хорошо поете но мне этого мало мне нужно чтобы и глухой умирал умирал ведь что важно в этой русской песни если поем вместе все важно что каждый поет про свое про свое и таким образом обогащает общее вот репетирует хор он поет хорошо поет хорошо чего-то не хватает что-то скучновато приходит минин встает за пульт и хор начинает звучать совершенно по-другому как будто и это новый другой организм задышал зажил откуда что взялось совершенно появилась другая заражающие вас энергии искусство и это когда за день задета ваше сердце ваша душа вот вот владимир николаевич умеет прежде всего сразу задеть ваше сердце лампом и бас отвечающий тенору как бы развитие этой фуги чтобы живые были голоса искусство хорового пения понятно без перевода за 37 лет своего существования московский камерный хор побывал на всех континентах кроме австралии лучшие залы мадрида и буэнос-айреса лондона и токио парижа и сингапура рукоплескали русскому хору как человек вот вот так сумел воспитать страдивари то есть он своего хора сделал страдивари потому что по красоте звука я другого сравнение если говорить о хоре я я не имею когда я дирижирую этим хором я вижу как буквально вот каждый человек смотрит во первых с интересом на меня и очень чутко реагирует на каждый поворот музыкальные мысли на каждое изменение жестикуляции так далее хор который создал имеет на настолько послушный и и совершенный инструмент которым просто одно удовольствие и счастье управлять с первых шагов хор минина критики сравнивали с московским художественным театром вспоминая знаменитые слова станиславского о том что он не нанимает артистов а их коллекционирует есть музыканты которые довольствуются исполнением нот а есть музыканты которые не довольствуются этим а стараются постичь а что же под этими нотами в чем их глубинный смысл когда с ним общая общаемся это происходит но совершенно как-то на равных причем черпаешь все время что-то от этого человека он заставляет включиться вот творческую мысль не просто на штампах работать а все время что-то новое предлагать вот это очень интересно в в высшее музыкальное образование обязательное условие для работы в хоре минина но этого мало ежедневно на каждой репетиции а на концерте тем более должен возникать резонанс с сердцем дирижера его руками и мимикой глазами и дыханием а мало будет просто грамотным музыкантом потому что просто грамотный музыкант не сможет оживить эту музыку вдохнуть в нее дух Владимир Владимирович это может, потому что у него есть вот это вот необыкновенное дарование, оживить произведение. Это очень сложно, потому что непонятно, как он это делает. Чувство собственного сердца, которое он всегда превозносит каждое свое исполнение, заражает нас и, соответственно, потом зрителей, потому что бесстрастного исполнения в нашем хоре быть не может. Бар-бар-бар! Бар-бар-бар! Функции этого жанра, как его понимает Минин, добиться катарсиса. И, может быть, тогда слушатель задумается, зачем и как он живет, что творит на этой земле, добро или зло. Субтитры создавал DimaTorzok